Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Итак, сегодня на наши вопросы и на ваши, конечно же, ответят директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Михаил Дмитриевич Щелкунов, заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Валерьевна Снарская, а также декан Высшей школы журналистики и медиа-коммуникаций Леонид Григорьевич Толщинский. Здравствуйте. Абитриенты и их родители. Я напомню вам, что вы можете задавать любые интересующие вас вопросы о поступлении в официальный аккаунт в Инстаграме Казанского федерального университета. Ну что ж, начнем традиционно с небольшого вступительного слова. Спасибо, Ксения. Добрый день или вечер, наши уважаемые слушатели, зрители. От имени руководства Института приветствую всю нашу инсталайфовскую аудиторию. Я думаю, те, кто присоединился к нам сейчас, наверное, уже достаточно неплохо через сайт Института, через другие интернет-источники, изучили, что из себя представляет Институт, как он устроен, кто в нем учится. Тем не менее, рискну напомнить буквально несколько фактов, чтобы картинка об Институте у вас всплыла в головах. Наш институт – один из молодых социально-гуманитарных подразделений университета. Нам в этом году исполняется всего лишь 8 лет. Но, тем не менее, за эти годы своего существования он стал крупнейшим центром гуманитарно-обществоведческой, журналистской, медийной подготовки. Судите сами, на сегодня в Институте на всех формах обучения занимается почти 3000 студентов. Преподают 200 преподавателей, из которых каждый пятый – профессор-доктор наук, а две трети – кандидаты, доценты. Институт является полидисциплинарным. Мы один из немногих институтов университета, которые осуществляют подготовку по 11 направлениям. Не буду их перечислять, просто скажу, от философии, теологии, конфликтологии, заканчивая телевидением, журналистикой, медиакоммуникацией. В общем, все, вы, надеюсь, и сами это неплохо знаете. В Институте девять кафедр, они объединены в три отделения – отделение философии и религии, отделение социально-политических наук. И на правах отделения функционирует наша гордость, Высшая школа журналистик и медиакоммуникаций, директор которой, Лен Григорьевич, тоже сегодня к вашим услугам, к вашим вопросам. Особенностями института выступают три вещи, и я заканчиваю свое краткое выступление. Первое – это сочетание фундаментального социально-гуманитарного знания с современными технологиями и практикоориентированными дисциплинами. Второе – это стремление индивидуально подходить каждому студенту. И третье – это высочайшая социальная активность нашего студенчества, которая буквально с первых дней на студенческой скамье вступает в социально-политическую общественную жизнь. Ни одно мероприятие общественного плана в университете, в республике, в округе, в стране и даже международное не проходит никогда без участия наших замечательных активистов. Оно и понятно, кому как ни гуманитарию, обществоведу, журналисту, медистику быть драйвером социальных изменений, активно участвовать в жизни общества. Поэтому, предваряя ваши вопросы, заранее могу сказать, если вам выпадет счастье и возможность учиться у нас, я думаю, вы не прогадаетесь. Спасибо большое, Михаил Дмитриевич. А мы приступаем к вопросам. Я думаю, что логично начать с бакалавриата. Давайте расскажем о том, какие направления вообще существуют. Что касается набора. 2022 года. Сначала перейдем к уровню бакалавриата, потому что, как правило, это самая массовая, самая интересная для абитуриентов информация. В следующем учебном году у нас есть достаточно серьезные изменения, как в перечне образовательных программ, на которые мы планируем набирать абитуриентов, так и о способах и о формах поступления мы об этом обязательно сегодня скажем. Что касается направлений подготовки, которые мы будем набирать в 2022 году. Во-первых, мы открываем новое направление подготовки. Это работа с молодежью. Обожаю вас обратить внимание на это новое направление. Оно относится к области социологических наук и достаточно интересное и очень перспективное направление, которое, очень надеюсь, мы успешно наберем. И, соответственно, будем реализовывать его совместно, в том числе с аппаратом президента, в том числе с молодежными организациями. Я думаю, оно будет очень интересно, в том числе для абитуриентов. Во-вторых, мы открываем новую образовательную программу в рамках профиля телевидения. Это инжиниринговый профиль. Я думаю, Леонид Григорьевич чуть позже об этом, наверное, подробнее расскажет. Это тоже очень перспективный профиль образовательной программы в рамках направления телевидения, который, безусловно, тоже стоит обратить внимание. Что же касается в целом направлений подготовки, по бакалавриату у нас планируется набор на 10 направлений. Это философия, теология, конфликтология, политология, социология, организация работы с молодежью, традиционные наши журналистика, телевидение, реклама и связи с общественностью и медиакоммуникация. Что касается конкретно плана приема, количества бюджетных и контрактных мест, я думаю, вот сейчас в комментариях с аккаунта нашего института вам будет направлена ссылочка, для того, чтобы вы подробно смогли ознакомиться с планом приема. В целом же могу сказать о том, что на очную форму обучения у нас планируются в том числе выделенные бюджетные места фактически на все направления подготовки, но, обратите внимание, не на все профили. Так, например, бюджетом у нас обеспечены на очную форму такие направления, как философия, теология, конфликтология, политология, социология, журналистика, профиль новой национальной медиа, телевидение, медиакоммуникации и реклама и связи с общественностью. На заочную форму обучения мы также ведем набор, но, обратите внимание, только направление журналистика. Оно точно также обеспечено бюджетными местами, и там их достаточно много, их 50, выделено в следующем учебном году. Что касается способа, благодаря которому вы сможете, собственно, подать документы и, соответственно, стать потенциально нашим студентом в будущем. Обратите, пожалуйста, внимание, в этом году внесены достаточно существенные изменения в правила приема, и они касаются как сроков подачи документов, так и формы подачи ваших документов для участия в конкурсе. Что касается сроков, обратите внимание на два ключевых пункта. Первое. Есть направление подготовки так называемой творческой направленности, и в нашем институте к этим направлениям относится журналистика, которые проводят внутренние вступительные испытания творческой направленности в университете. То есть, помимо результатов ЕГЭН по русскому и литературе, вы должны будете сдать внутренние вступительные испытания на направление журналистика. В этом случае вы должны будете подать заявление о приеме в срок не позднее 15 июля, вне зависимости от того, на очную или, соответственно, на заочную форму обучения вы планируете поступать. Для всех остальных направлений, которые поступают по результатам исключительно ЕГЭ, срок подачи документов, заявления о приеме продлен до 25 июля. Обратите внимание на эти сроки. Что касается формы и способа подачи документов, заявления вы можете подавать тремя удобными для вас способами. Первый способ достаточно массовый и обкатанный уже десятилетиями в Казанском федеральном университете, это электронная подача заявлений через социально-образовательную сеть «Буду студентом». Это первый вариант. Второй вариант, второй год подряд мы будем им пользоваться, это через госуслуги. Однако, обратите, пожалуйста, внимание, через госуслуги неполный комплект документов вы будете иметь возможность подавать. То есть в любом случае сотрудники приемной комиссии университета, технические секретари будут вынуждены с вами связываться для того, чтобы вы донесли какие-то данные или, соответственно, внесли недостающую информацию. Госуслуги – это форма немного ужатая, скажем так. И, собственно, третий вариант, который точно так же, я надеюсь, будет действовать в этом учебном году, это, собственно, очная форма обучения, когда вы сможете приехать в университет непосредственно в приемную комиссию и с помощью, опять же, технических секретарей подать необходимые документы. Еще одно изменение, которое касается зачисления в университет в 2022 году, тоже обратите на него внимание, пожалуйста. Если последние два года в связи с эпидемиологической обстановкой мы имели право зачислять на бюджет, имея ваши вступительные испытания, результаты ваших вступительных испытаний, имея согласие о зачислении, имея согласие о приеме, то в этом году вам необходимо будет обязательно предоставить оригинал документа об образовании, то есть ваш аттестат. Без оригинала документа об образовании предыдущем мы, к сожалению, не сможем вас зачислить на бюджетную категорию обучения. Тоже, пожалуйста, обратите на это внимание. Я думаю, в целом у меня все. Если сейчас у нас, наверное, будут вопросы уже более конкретные, мы, наверное, на них ответим. Ну, у меня у самого пояснение, или, к сожалению, объясните, предоставление оригинала это уже ближе к срокам зачисления? Это не изначально? Да, 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 все верно. Первый этап, который заканчивается у нас 25 июля. На этом этапе вы должны будете предоставить только заявление о приеме. Далее у вас будет неделя на то, чтобы отследить свои рейтинги среди уже поданных заявлений. И, соответственно, если вы будете видеть себя в числе абитуриентов, которые проходят по конкурсу на бюджет, вам нужно будет предоставить уже после этого документ об образовании. Зачислять, то есть формировать приказы о зачислении, мы будем исключительно по трем основаниям. Первое – это ваш рейтинг. Второе – согласие о зачислении. И третье – документ об образовании. Давайте перейдем к более узким вопросам, узконаправленными. Какую математику нужно сдавать, базовую или профильную, если я хочу поступить на социолога? Базовая математика нужна вам исключительно для того, чтобы получить эти стады. Базовая математика оценивается по пятибалльной системе. Для поступления в ВУЗы она, к сожалению, не годится. То есть, если вы хотите поступать на направление, которое требует в качестве вступительного испытания предмет математика, вам обязательно нужно сдавать профиль. Это касается, кстати, иностранного языка в том числе, потому что там тоже есть разграничения. Английский язык тоже нужен профильный. Итак, насколько я поняла, уже ответ на этот вопрос прозвучал, но давайте еще раз все-таки, потому что почему-то многих людей этот вопрос беспокоит. Можно ли поступать к вам без результатов ЕГЭ, если сдавать вступительные экзамены в ВУЗы? В этом году, да, спасибо, этот вопрос очень хороший, очень актуальный, потому что в этом году действительно существенные изменения внесены и в части проведения внутренних вступительных испытаний. Смотрите, для поступающих на уровень бакалавриата и специалитета, граждан Российской Федерации действует в этом году ограничение на возможности сдавать внутренние вступительные. Если вы окончили школу, вы обязаны сдавать ЕГЭ. Если вы окончили среднепрофессиональные учебные заведения, то вы тоже в этом году будете обязаны сдавать ЕГЭ. Ограничение, вернее, возможности сдачи внутренних вступительных испытаний после окончания среднепрофессиональных учебных заведений, они очень жестко сейчас ограничены. Например, если вы откроете план приема, ссылочку, я думаю, прикрепят в профиле, вы увидите отдельные столбцы, которые касаются конкретных направлений подготовки. Возьмем, например, раз про социологию говорили, мы про нее тогда и поговорим. Хотите вы поступать в направление в социологию. При этом вы закончили СПО. Для того, чтобы вы могли сдавать внутренние вступительные испытания, ваш профиль среднепрофессионального заведения должен касаться конкретно социологии и социальной работы. То есть, например, если вы закончили колледж или техникум по другим профилям, ну, я не знаю, например, машиностроение или, я не знаю, вертолеты, строение, дизайн, педобразование, то в этом случае поступать на социологию на основе внутренних вступительных испытаний вы уже не сможете. А, пожалуйста, обратите на это внимание. Есть, более того, направления подготовки, которые не предусматривают профильность для поступления даже после окончания СПО. Ну, возьмем, например, философию. Смежных направлений среднепрофессионального образования по этому профилю просто не существует. Да, соответственно, например, на направление философии вы сможете поступать исключительно по результатам ЕГЭ. Еще раз повторюсь, это не касается направлений творческой направленности. Журналистика в нашем институте. Вы обязаны будете сдать русский язык в форме ЕГЭ, литературу в форме ЕГЭ и внутренние испытания творческой направленности уже в университете. Я думаю, ответила. Да, спасибо. Что касается как раз-таки внутренних испытаний на творческие направления. Расскажите, что из себя вообще они представляют и как подготовиться к ним? Наверное, тоже, да, я расскажу. Ну, во-первых, ребята, обязательно, прежде чем начинать готовиться к внутренним вступительным испытаниям, откройте сайт Абитуриенту, ссылочку, пожалуйста, прикрепите, в раздел «Программа вступительных испытаний». Что из себя представляет экзамен на направление журналистику? По сути, это междисциплинарное творческое испытание, которое состоит из двух частей. Первая – это теоретическая часть, в рамках которой от вас будет требоваться знание, ну, некая общая эрудиция в социо-гуманитарных областях. Это из общества знаний, из журналистики какие-то основы, из истории, из политики, социологии. Примерный перечень вопросов и тематика тоже будет уже размещены, точнее, да, в программе вступительных испытаний. И вторая часть – это, собственно, творческая компонента, в рамках которой, в зависимости от задания, которое вам будет, попадется вам в билете, вы будете либо писать эссе, либо составлять интервью, какую-то тематику, да, то есть это тот блок заданий, который, с помощью которого вы сможете продемонстрировать ваши творческие собственноспособности. Проводится он внутри университета. Я думаю, в этом году, так же, как и последние два года, у нас будет возможность проведения в двух форматах – это и дистанционный для ребят, которые не смогут приехать на внутренний вступительный в университет, и, соответственно, в традиционном оффлайн формате. Скажите, какова вероятность попасть на коммерцию, если баллы ЕГЭ не позволяют попасть на бюджет? У нас есть план приема. В плане приема указано минимальное количество мест для приема на контракт. Здесь вам нужно обратить будет внимание на два аспекта. Первое – в начале приемной кампании, то есть это будет уже 20-21 июня, мы будем предоставлять приемную комиссию минимальное количество баллов, после которого вы сможете заключать договор. Как только вы преодолеете этот порог, соответственно, вы уже сможете подавать заявление, соответственно, заключать договор на оплату за обучение. Соответственно, обратите внимание, у нас очень многие абитуриенты пугаются, когда видят, например, 25 контрактных мест на рекламу, связи с общественностью. Это минимальное количество, то есть, в принципе, институт, исходя из своих возможностей кадровых, материально-технических возможностей, мы имеем право превышать план приема, и, соответственно, например, вместо двух запланированных академических групп мы можем набирать 3, 4 или 5, в зависимости от наших возможностей. То есть здесь сильно не пугайтесь маленькому количеству плана приема, он такой достаточно усредненный. Следующий вопрос от наших зрителей. Как проходит поступление в ваш вуз, если я закончила колледж? Вот как раз это вопрос, о котором мы уже говорили. Обратите внимание на профиль, который вы закончили. Если этот профиль соответствует какому-то из направлений подготовки нашего института, то вы сможете сдавать внутренние вступительные испытания. Если же ваш профиль не соответствует нашим направлениям, то до февраля месяца вам необходимо будет обязательно подать заявление на сдачу единого государственного экзамена в муниципалитет ваш по месту жительства. Да, и вы будете сдавать в отдельными сроками для выпускников прошлых лет ЕГЭ. Единственное, опять же, обратите внимание на перечень ЕГЭ, которая требуется для поступления на то или иное направление. Каждому студенту хочется увидеть свой институт воочию перед тем, как поступить туда, увидеть эти стены, которые в скором времени станут родными. Скажите, проводятся ли у вас Дни открытых дверей? Да, в этом году у нас запланирован офлайн, традиционный, открытый, большой День открытых дверей. Запланирован он на 26 марта. Да, но, смотрите, мы планируем, ситуация может немножечко отличаться от того, что мы планируем. То есть мы ориентируемся на эпидобстановку, и в случае, если не будет никаких жестких ограничений, конечно, мы будем очень рады встретить вас непосредственно в стенах университета. Отслеживайте информацию на сайте Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Другое дело, что онлайн-режим, его еще никто не отменял. Помимо таких больших общеуниверситетских инсталайфов, как сегодня мы проводим, ежемесячно мы проводим в аккаунте Института социально-философских наук и массовых коммуникаций инсталайф с нашими абитуриентами. Высшая школа журналистики отдельно также проводит достаточно регулярные инсталайфы в рамках своего аккаунта. Ближайший у нас 2 февраля запланирован Леонид Григорьевич, где будет рассмотрено подробно направление подготовки высшей школы журналистики. И 11 февраля в аккаунте Института запланирована онлайн-встреча, где будут представлены каждое направление подготовки подробно, причем молодые представители будут рассказывать ребятам о каждом направлении подготовки Института. Так что добро пожаловать. Следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о высшей школе журналистики. Какие направления есть и все, что связано с ней? Здесь, наверное, Леонид Григорьевич. Здесь мне остается только частично вас повторить, даже в большей степени повторить. Поэтому, чтобы не повторяться, очень коротко, да, еще раз. Четыре направления подготовки. Это телевидение, журналистика, реклама в связи с общественностью и медиакоммуникации. Если мы говорим о баклариате, магистрские программы по этим же направлениям существуют. То есть можно продолжать обучение уже на этом уровне, не выходя, что называется, из стен высшей школы журналистики. В этом году стоит обратить внимание, что будет, кстати, обновленная магистрская программа по направлению телевидения. Это сценаристика и цифровой стори-тейлинг. Достаточно такая интересная современная программа. И вот уже было сказано, тоже Екатерина Валерьевна, поэтому я только повторюсь, новый цифровой профиль усиливается. Цифровизация, мы знаем, в медиапространстве увеличивается спрос на специалистов, владеющих цифровыми технологиями, которые приходят в медиасреду. Поэтому новый профиль подготовки в рамках направления телевидения открывается. Это медиа-инжиниринг, диджитал-медиа и цифровое видеопроизводство с углубленным изучением английского языка. Там будет достаточно большой спектр специальных дисциплин, связанных с цифровизацией медиа, с цифровыми технологиями, с киберспортивной журналистикой. Так что, если про что-то новое еще сказать, что может как-то расширить, из того, что достаточно подробно сейчас уже говорила Екатерина Валерьевна. Спасибо. Следующий вопрос, который только что поступил. Расскажите, пожалуйста, о факультете политологии. Расскажите о факультете политологии. О направлении политологии. Это направление подготовки, которое реализуется уже достаточно много лет, более 20, насколько мне известно, 30 уже. Здесь, что касается, что конкретно вас интересует, бы немножечко конкретизировать вопрос. Профиль, который мы реализуем в рамках бакалавриата, это сравнительная политология, политрегионалистика и этнополитика. Профиль этот очень, достаточно регулярно актуализируется в свете современной политической ситуации. Здесь готовятся ребята, которые по окончании университета, по окончании бакалавриата, в частности, могут работать в сфере, в различных политических партиях, в госсовете, в госдуме. Практики, они также проходят в таких политических структурах и, соответственно, уже со второго, с третьего курса начинают активно включаться непосредственно в этот процесс политический. Что касается содержания самой образовательной программы, здесь достаточно много и теории политики, и, соответственно, областей так или иначе смежных. То есть политология, например, без политического анализа, она, конечно, никуда не идет. Политпрогнозирование, то есть, соответственно, методики и методы количественного и качественного социологического анализа. То есть, в принципе, ребята, которые заканчивают у нас направление подготовки политологии, они оказываются в итоге не только аналитиками, но и, соответственно, не только теоретиками, но и аналитиками. То есть, они способны прогнозировать так или иначе политические процессы, которые происходят в России и, соответственно, в мире. Ну, многие делают при этом очень неплохую политическую карьеру. Артем Прокофьев сейчас депутат Государственной Думы, выпускник политолог. София Мустафина, заместитель министра по делам молодежи, тоже выпускница этого направления. В общем, все зависит от желания, возможности, трудолюбия и стремления строить свою карьерную траекторию. Политология в этом смысле дает прекрасные возможности и для тех, кто, как Екатерина Валерьевна правильно сказала, будет заниматься аналитикой, работать в фондах, в научных подразделениях, партии, органов власти. И те, кто хочет действительно сами почувствовать, что такое вообще политическая деятельность. Теперь плавно перейдем к магистратуре. И следующий вопрос звучит так. Можно ли получить в вашем институте степень магистра исламоведения? Исламоведения как такового направления нет, но в институте реализуется направление теология, которое на будущий учебный год мы планируем набирать как минимум два профиля подготовки, или точнее магистерские программы, которые связаны с исламом. Это, собственно, исламская теология, государственно-конфессиональные отношения и менеджмент государственно-конфессиональных отношений для заочной формы обучения. И очные, и заочные при этом формы, они снабжены у нас бюджетными местами. Далее очень длинный вопрос. Есть ли информация, как будет проводиться поступление в магистратуру конкретно на направлении социология? Можно ли будет сдать экзамен дистанционно, то есть онлайн? Также интересует подача документов онлайн? Да, да, да. Значит, что касается подачи документов онлайн, как я уже говорила, да, это возможность есть. Причем для онлайн формата как минимум два способа, две платформы, это социально-образовательная сеть, буду студентом номер раз, и, собственно, госуслуги это номер два. Что касается сдачи непосредственно вступительного экзамена на направление социологии, опять же, первое, обратите внимание, программа вступительных испытаний размещена на сайте Казанского федерального университета. Сдавать ее можно будет как онлайн, так и оффлайн. Онлайн сдача предусматривает через платформу Microsoft Teams, то есть после регистрации абитуриентов, после того, как технические секретари примут ваше электронное заявление, вы будете допущены уже для сдачи в онлайн формате. Если будет возможность приехать в университет и, собственно, сдать в классическом традиционном режиме, вы сможете при этом приехать, естественно, в университет и сдать его. Скажите, а в целом можете рассказать о направлениях именно в магистратуре? Какие они есть и что там с бюджетными местами? Да, вообще уже последние несколько лет динамика достаточно четко, очевидно прослеживается. Бюджетными местами действительно обеспечивается большинство магистрских программ, и количество бюджетных мест действительно растет. В следующем учебном году мы планируем осуществить набор по 10 направлениям подготовки. Они также размещены в плане приема. Это философия, религиоведение, теология, политология, конфликтология, социология, журналистика, телевидение, реклама связи с общественностью и медиакоммуникация. То есть фактически зеркально, да, мы бакалаврские программы, они у нас имеют свое продолжение и на уровне магистратуры. Большее количество магистрских программ при этом у нас присутствует, реализуется в заочной форме обучения. Для ребят это актуально, особенно тех, которые уже работают. Тоже огромная просьба посмотреть в плане приема. То есть на заочной форме у нас присутствуют направления философия, теология, социология, реклама связи с общественностью, журналистика и телевидение. То есть в общем-то 8 из 10 направлений подготовки у нас в том числе реализуются на заочной форме обучения. Бюджетные места при этом выделены на все эти направления подготовки. Я не буду сейчас, наверное, по каждому, чтобы не задерживать. Посмотрите, пожалуйста, в плане приема, они присутствуют. Что ж, ну и закончим достаточно интересным вопросом. Можно ли учиться в университете и в колледже одновременно? В университете и в колледже. Теоретически это возможно. Если у вас первое должно что быть, это оконченное среднее... Среднее общее образование. То есть 11 классов вы все-таки должны закончить. Или колледж какой-то. Или уже, да, колледж, где вы уже имеете диплом об образовании. То есть с 9-классным образованием в университет, конечно, вас принять мы не можем. Вот, соответственно, первое. Если вы закончили 11 классов, параллельно вы можете обучаться на двух образовательных программах в колледже и в вузе. Единственное, обратите внимание на какой момент. Одновременно на двух бюджетных местах вы учиться уже не имеете права. Это первое. Второе. Обратите внимание, что одновременно на двух очных образовательных программах теоретически, то есть по закону вы право имеете, но фактически это практически невозможно, потому что это очень сложно совмещать два очных образования. Поэтому, в принципе, вы можете выбирать, например, в колледже вы учитесь на очной форме обучения, в университете на заочной форме обучения. Обратите внимание еще раз, 11 классов образования при этом должно быть. Спасибо огромное. Мы подходим уже к завершению. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы пришли и ответили на все интересующие вопросы. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии были представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Друзья, мы с вами прощаемся. Смотрите наши выпуски, ни за что их не пропускайте. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!